Приветствую службу новостей северного города, главные темы. Норильск стал чище после первого городского субботника, с чем пришлось столкнуться энтузиастам, вышедшим на уборку, и чьими силами преображали город. Город очень грязный после зимы. Хорошо, что каждый год проводятся субботники. Если бы они не проводились, конечно, был бы завал полный. В Норильске отгремели выпускные балы. История одной выпускницы, у которой есть реальная возможность стать стипендиаткой благотворительного фонда Владимира Потанина. Сезон овощей и нелегалов. В Норильске началась серия рейдов по выявлению нарушителей миграционного законодательства. Начался летний период, то есть оптовая торговля. Они будут проводиться регулярно по выявлению лиц, которые незаконно находятся на территории Российской Федерации. Норильск наконец стал чистым. Бытовой мусор, выброшенные струематериалы и даже старые сгнившие машины. В городе прошел первый общегородской субботник. Всего в нем приняли участие около 9 тысяч норильчан. От заполярного филиала Норникеля на уборку вышли 2,5 тысячи человек. А вместе с дочерними организациями больше 4,5. Сотрудники компании решили в этом году охватить все производственные площадки и все районы города. Какие участки им достались и с чем пришлось столкнуться вышедшим на субботник, расскажет Людмила Кожепникова. А зачем вам две лопаты? Не хватает лопатки. Не хватает. Столько рабочих рук и объемов не хватает. И действительно, казалось, что в этом году заполярный филиал решил побить все рекорды. И по числу выведенных на субботник людей, и по охвату территории. Сотрудников компании задействовали во всех районах Норильска и на всех промышленных площадках. Кроме того, массовую уборку проводили не только субботним утром, но и в течение всей предыдущей недели. Мы, коллектив, практически все вышли. Все, кто может, это ежегодный субботник. Он, в принципе, очень хорошее такое мероприятие. После этого приятно ходить и гулять по нашему городу. Меньше становится мусора, убираем шлак. Я думаю, это всем приятно, всем жителям. Делать свой город чище. Чтобы сделать город чище, пришлось вооружиться не только лопатами. В итоге их хватило на всех, но и метлами. Долгая зима оставила в наследство тонны граншлака. А нечистоплотные горожане примерно столько же бытового мусора. Но объемы предстоящей работы мало кого испугали. Впрочем, как и дождь, который так не кстати накрыл вышедших на уборку. Хотя некоторых он даже порадовал. Это не помеха. Погода сегодня комфортная, поэтому какой-то дождик нам только в радость, наверное, будет. А перед сотрудниками производственного управления и службы пожарной безопасности, которые работали на набережной Урванцево, предстала совсем нерадостная картина. Такого количества бытового мусора, выброшенного из окон жилых домов, не было, пожалуй, ни на одном другом участке. Это вообще безобразие. Это настолько невоспитана у нас культура или уровень нашей культуры. Это вот просто безобразие. Столько именно стекла. Это, мне кажется, настолько опасно даже для окружающих. Но оказалось, что сотрудники управления пожарной безопасности – это тайное оружие заполярного филиала. Так шутили сами пожарные. Они не только убрали битое стекло и прочие остатки жизнедеятельности человека, но и выброшенные стройматериалы, крупный промышленный мусор, и даже выкорчевали и вывезли старую сгнившую машину. Причем делали все это с улыбкой. То есть пожарный настолько суровый, что они даже справятся с этой территорией? Очень суровый. Вы что? Оказалось, что сотрудники заполярного филиала внесли самый большой вклад в преображение Норильска. Если для всех горожан этот общегородской субботник стал первым, то для работников компании он уже второй. На субботник только от заполярного филиала вышло порядка 2,5 тысяч людей. Это уже второй субботник. То есть в прошлую субботу мы начали, и сегодня мы должны закончить производственные территории. Ну и так совпало с городским субботником. То есть работники заполярного филиала участвуют и в наведении порядка на своих территориях производственных, и на городских закрепленных территориях. Всего в первом общегородском субботнике приняло участие около 9 тысяч человек. Для вывоза всего собранного мусора было использовано 273 единицы техники. Людмила Кожевникова, Иван Усачев, Андрей Гришков. Новости северного города. После того, как завершилась общегородская уборка на улице города, вышли выпускники. В этом году аттестаты о среднем образовании получили 1300 выпускников. Дорогие выпускники, сегодня наш день, сегодня наше время блистать. Выпускные вечера прошли во всех общеобразовательных учреждениях и на шефских предприятиях. Концертные программы не обошлись без слов благодарности учителям, школьного вальса и слез родителей. Я сама выпускница шестой школы, и поэтому сегодня я как бы сама второй раз выпускаюсь. Поэтому для меня это очень волнительный момент. Папа не плакает, потому что мужчины не плачут. Я очень рад, что у меня дочка закончилась в этом году. Боимся отпустить. Хотелось бы как можно дольше, чтобы он был с нами, но додеваться. Мы для того их и растим, чтобы они распустили свои крылышки и полетели высоко в небо. А выпускники, в свою очередь, думают о небольшом отдыхе после экзаменов и поступлении в высшие учебные заведения. Конечно, оторвемся. Куда же мы денемся? Поедем куда-нибудь, пообщаемся, повеселимся точно. Желаю себе поступить, наверное, потому что это будет самое тяжелое, и я отучиться самый первый курс. Хочу выучиться хорошо, и будущее обеспечено. Обеспечено? Обеспечено. Счастливое? Счастливое. Счастливое. Субтитры создавал DimaTorzok С окончанием школы всех выпускников края поздравил и исполняющий обязанности губернатора региона Виктор Толоконский. Хочу пожелать выпускникам больших успехов. Перед вами новые дороги, перед вами выбор профессии, перед вами большая ответственность. Именно вам предстоит сделать жизнь в России лучше, сделать краше и сильнее наш Красноярский край. Я желаю всем сегодня торжественного, прекрасного настроения. Желаю выпускникам больших успехов. Желаю всем добра, мира, любви, всего самого-самого хорошего. С праздником, дорогие выпускники. А сейчас необычная история одной норильской выпускницы. В ее руках ее будущее. Накануне только поступления в ВУЗ, но и обещанный на обучение грант от благотворительного фонда Владимира Потанина. Все подробности у Михаила Чернова. Какие-то мгновения отделяют Софью Комиссарову от важного события в ее жизни. Ее заветная цель совсем близко. Это золотая медаль. Выпускница шестой школы ждет ее с особым нетерпением. Ведь для Софьи этот знак отличия не только показатель хорошей учебы, но и первый шаг к выполнению договора между ее отцом и генеральным директором Норильского никеля Владимиром Потаниным. Глава компании на прошедшем корпоративном форуме Норильского никеля пообещал выделить грант дочери работника заполярного филиала, если та закончит школу с медалью и поступит в ВУЗ. Вот как это было. У меня дочь, в 18 лет, планируем вывести на материк для поступления в учебное занятие. А естественно, с учетом МГ и всех экзаменов, которые предстоят издать, выезжать планируем в конце июня. А дочь куда поступать собирается? В Убкин, в Газахибрин. Ну, оплатно или так надеется? Вообще, сейчас медаль получаем. Давайте мы договоримся, вы посмотрите, насколько этот случай, так сказать, массовый и характерный, да, и посмотрим, что с этим можно сделать. А по данному конкретному случаю возьмите заявление у коллеги, и если дочь получит золотую медаль, давайте выделим ей грант на обучение в индивидуальном порядке от фонда Потанина. И вот спустя месяц Софья Комиссарова получает заветную золотую медаль. Чтобы стать симпедиаткой благотворительного фонда Владимира Потанина, осталось только поступить в намеченный университет. Эмоций очень много, начиная от радости, гордости и чести за то, что получила медаль. Не просто медаль, а золотую, заканчивая глубокими переживаниями, томностью, предвкушением поступления. Это ребенок третий, самый, можно сказать, любимый девочка, вот, и я просто за нее рад, и спасибо ей за то, что она, ну, как говорится, будем ей гордиться в дальнейшем. Очень гордая, и всегда для себя мне считалось, что золотая медаль, это, ну, то есть до того нереальная вещь, то есть, когда смотрела какие-то передачи, говорили про каких-то детей, я, если честно сказать, никогда не стремились получить именно золотую медаль. Просто дочь училась. По большому счету ее никто не заставлял учиться, она сама и заслуга, это только ее. Комиссарова Софья Александровна, солнечко, день любой ты в праздник превращаешь, и как будто солнышко, радостью сияешь. Спустя день еще одно радостное, но в то же время грустное событие. Выпускной, получение аттестата. А это значит, прощайте школьные годы, прощайте любимые учителя, друзья, родные стены. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ На будущей студентке грустить совсем некогда. Уже дома, обложившись школьными конспектами и книгами, девушка готовится к поступлению. Софья решила учиться в Московском институте нефти и газа, кафедра нефтяной переработки. Девушка говорит, что все, что связано с химией, манит ее еще со школьной скамьи. Хотя есть интерес и к другим наукам. Не исключают, что может поступить и в таможенную академию. Ну, придерживаюсь все-таки химии, химического факультета. Почему нефть, почему газ? Ну, это у нас всегда будет востребовано, мне кажется. Я также смотрела как наперед на будущее в плане трудоустройства, а также некоторых перспектив. Все перспективы у девушки есть. И если поступит, в силу должны вступить в договоренности с Владимиром Потаниным. Получение гранта на обучение. Но об этом мы узнаем, когда родители Софьи вернутся в Норильск. Михаил Чернов, Людмила Кожевникова, Андрей Гришков и Иван Усачев. Новости Северного города. Экзаменационная пора в школах закончена, но не для всех она прошла без проблем. 93 девятиклассника из первой школы и пятой гимназии не по своей вине вынуждены были дольше, чем все остальные ждать результатов государственной итоговой аттестации по математике. Еще 192 школьника ждали своих оценок по русскому языку. Причины этого сбоя проверяющие называют техническими. Вот только родители сообщают, что в вышестоящих инстанциях им пояснили, случилась недоработка на местах. Меж тем, в Норильском управлении образования говорят, что с проверкой затянули в Красноярске. Все свои недочеты исправляли оперативно. У нас была такая проблема, то есть мы это не скрываем, то есть здесь было очень много сложностей, потому что в этом году девятые классы уже не в эксперименте, скажем так, который по проведению экзаменов, но в эксперименте именно по вот этой автоматической обработке. И, соответственно, многие вещи делались очень быстро, то есть люди были неинформированы, ну вот это на мой взгляд, то есть не было информации о том, как будут выглядеть материалы, которые они получат. При распечатке заданий сбой выдал принтер, но, как говорят в городском управлении образования, неполадку сразу же обнаружили и устранили. Отсканированные результаты экзаменационных листов ушли в край. Оказалось, что эти файлы задвоились, но, опять же, как только нам об этом сказали, мы тут же это все устранили. То есть это не дело недель, понимаете? То есть мы это сделали сразу, то есть там через день, например. Поэтому говорить о том, что как бы от нас что-то там, да, мы, может быть, где-то там виноваты, где-то что-то мы там не так сделали, но мы эту ошибку устранили. Результаты, хоть и со значительным опозданием, дети получили. Проверка показала, что аттестат в этом году не получит 37 ребят девятиклассников, а среди 11 классов таких двоечников 14. Историю на двойку сдали 40 человек, биологию 16. Удачные выпускники сдали информатику и литературу. Ждут еще результатов по обществу, знанию и химии. Эти предметы по выбору и на выдачу аттестата никак не повлияют, зато результаты могут стать решающими при поступлении в ВУЗ. Оксана Соколова, Александр Ворин, новости северного города. Это новости северного города, мы снова в эфире. В Норильске появилось опасное место для игр. Дети облюбовали стройплощадку в районе главпочтамта. Северный город обратил внимание на явное нарушение правил безопасного строительства и самого хозяина стройки и контролирующие органы. Что из этого вышло, расскажем прямо сейчас. Не осознавая грозящей опасности, юные норильчане чуть ли не ежедневно покоряли вершины строительной конструкции. И в этом им никто и ничто не мешало, ведь стройка была не огорожена и находилась в открытом доступе практически круглые сутки. Что является нарушением градостроительного кодекса Российской Федерации. До начала работ у нас участники строительства должны назначить ответственных лиц за безопасный производство работ. Помимо этого, строительная площадка должна быть ограждена. Должны быть ограждены опасные участки. На въезде на территорию объекта строящегося должен быть установлен информационный щит с информацией о застройщике, подрядчике. Должны быть указаны, помимо этого, контактные телефоны ответственных лиц. Хозяин будущего объекта от видеокомментария отказался, но объяснил, что в начале строительства в прошлом году территория работ была огорожена и соответствовала всем нормам безопасности. Но в течение зимы забор снесли снегоборочные службы, а подрядчик и вовсе пропал, не выполнив свои обязательства, что и привело к нарушению требований безопасности. Хозяин стройки обещал исправить ситуацию. Ограждение вокруг стройплощадки практически установлено. Активность это явно не лишнее, ведь если стройка становится опасной для окружающих, то по сигналу бдительных граждан или информации из СМИ их может навестить стройнадзор. А это чревато привлечением к административной ответственности. Нарушителю может грозить административный штраф. Для должностных лиц от 20 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц от 100 до 300 тысяч рублей. Оксана Соколова, Дмитрий Демидюк, Андрей Гришков, Александр Ворь, Иван Усачев. Новости северного города. Далее о нарушениях миграционного законодательства. Очередной рейд по нелегальным мигрантам провели полицейские. На этот раз на оптовой продуктовой базе в старом городе. Итог несколько задержанных граждан, чьи личности еще предстоит установить. Репортаж Егора Тулуновского. Охранять общественный порядок в этот раз полицейским предстоит на продуктовой базе в старом городе. Там встретили служителей закона с относительным спокойствием. Практически все местные торговцы оказались либо гражданами России, либо с регистрацией. Хотя не обошлось без возмущения и скандалов. Впрочем, не возмущение некоторых продавцов, не присутствие в здании целого отряда людей в форме, покупателей не смутило. Овощи и фрукты продолжали бойко исчезать с прилавков. Даже во время рейда. Когда полицейские добрались до соседних павильонов, поиск нелегалов пошел живей. Среди бесконечных ящиков с овощами и фруктами, за коробками с черешней, было обнаружено несколько человек без документов. А этот мужчина прятался среди мешков с капустой. Когда вы сюда приехали? Вот сегодня. Я спрашиваю, когда вы сюда приехали? Я приехал недавно. Недавно тогда? Ну, где-то еще. Ну, год назад, два года назад, три года назад. У найденного в капусте с собой документы были. Но не просто паспорт, а вообще все документы. Целый полиэтиленовый пакет. По его словам, он зашел на базу в гости к знакомым. А документы захватил так, на всякий случай. Такая чрезмерная предусмотрительность показалась полицейским странной. Мужчину попросили проехать в участок для более тщательной проверки. В связи с тем, что начался летний период, то есть оптовая торговля, они будут проводиться регулярно по выявлению лиц, которые незаконно находятся на территории Российской Федерации и не имеют разрешения на право торговли. По результатам данного рейда задержаны четыре гражданина, личности которых вызвали подозрения. Соответственно, они сейчас будут доставлены в дежурную часть отдела МВД России по городу Норильск. И с ними будет проведена дальнейшая работа. Под дальнейшей работой подразумевается, что если задержанные окажутся нелегалами, то их поместят в спецприемник МВД до решения суда, а после выдворят с территории Норильска в течение суток. Егор Туновский, Иван Усачев, новости северного города. У северных городов есть перспективы. Депутат Норильского горсовета Владимир Бондарь вернулся из Сыктывкара со съезда Союза городов Заполярья и Крайнего Севера. Обсуждались вопросы реформирования органов местного самоуправления, организации контейнерных перевозок и перспектив рыболовства, а также содержания безнадзорных животных. Самой важной для Норильска, отметил участник съезда, стала реформа местного самоуправления. И в этой области, считает Владимир Бондарь, у северных городов есть перспективы. Ведь руководитель Союза теперь наделен более широкими полномочиями. Игорь Леонидович Шпектор получил дополнительные полномочия в общественной палате Российской Федерации. И теперь он еще будет заниматься вопросами жилищно-коммунального хозяйства, вопросами местного самоуправления и вопросами социальной политики. Поэтому, если раньше деятельность Союза шла в более узком направлении, то теперь все вопросы, касающиеся, будем так говорить, развития, позитивного развития северных городов, с учетом их значимости для России, будут идти уже в более расширенном формате. Все на этом. Спасибо, что смотрите новости северного города. Сообщайте и свои. Телефон редакции 3849. Удачи и до встречи. Во вторник внизу в Енисея прорвется облачная гряда атмосферного фронта. Так что здесь наступающий день пройдет под аккомпанемент дождей. А на остальной территории центральной Северии скажется влияние очага высокого давления. Жителей ждет солнечная и аномально жаркая погода. 24 июня солнечная активность и геомагнитное поле спокойны. Ночью в Норильске облачно с прояснениями пройдут дожди. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в городе плюс 7-10. В Дудинке тоже 7-10 градусов тепла. Днем в городе облачно с прояснениями. Время от времени дожди. Ветер южный, юго-западный 6-11 метров в секунду. Порывистый. Температура в городе плюс 17-20. В Дудинке температурный режим такой же.